Всем привет! Это очередная игра Pony Island и я опять в костюме пилота, а значит веселье продолжается, так сказать, на борту нашего самолета. Ладно, так, собрались. Мы должны спасти души вот этих вот двух чуваков, один из которых явно дискотекер, а другой, судя по ним, был Иисус. Отлично. Так, что нас сюда засунули? Собственно, эти повреждены. Это... А мессенджер не работает. Поврежден? Это тоже поврежден. Утилген квартал. Давайте, надо быстро нажать, да? Security Error. Ну-ка, раз это утил, наверное, утилизировать надо поврежденные файлы или мессенджер. А чё не так-то? Э! Подожди, а может быть, недаром же эти глаза нарисованы? Нет. А как? А куда? Да. А-а-а-а. Если бы только всё было так просто, что всё с Роменом забрал с ним меньше защиты. Это то, что нам писала вот эта вот, э-э-э-э... Эммм... Есть кто? 331. 331 год. Ты спал целую вечность. Я должен рассказать правду. Ну давай, рассказывай. Ты не единственная заточённая душа, таких как ты тысячи. Они пали пред Люцифером и не потонули в своих криках в преисподней. Но они все в лов... но они все в ловушке. Кто-то застрял в головоломке, а кто-то на уровне. Ты разрушил два основных файла из трёх. Если решишься, я помогу тебе найти третий. Это корзина. Это третий файл? Который надо уничтожить? Там ты найдёшь старые версии Пони Айленд. Он создал эти версии, а затем избавился от них. Поищи в выброшенных играх. Найди мне место для запуска портала к последнему файлу. Так это чё, получается мы скоро игру пройдём? Ха, да ладно. Может это даже последний выпуск будет? Ну-ка, сколько там осталось? Я чё-то вроде как прочёл, а вроде бы как... Эта... А, два из трёх. Да, действительно, нам остался всего один файл. И наверняка какой-нибудь главный босс. Ну давай в корзину зайдём. А вот он, Пони Айленд Мета. И это вот... Что я запустил? Что это было? Сатантех! А, и... Ип Люцифер! А, и Пелисы! Индивидуальный предприниматель! Люцифер! Индивидуальный! Ух! Вот это ржачек, конечно, да. Петры! Так, боже мой, какой отвратительный текст! О, сейчас я для... Я для вас! Постараюсь прочитать это дело. Ну куда ты ушёл? Я создал это всё. Я дьявол. Я создаю игры. Люди не сут бред, поскольку у меня нет высокого коэффициента пересчёта роков к жертвенным душам. Но дело не только в этом. Души — это способ подсчёта количества людей, которым понравилась игра. Что? Типа, если мы отдали тебе свою душу, значит, мне понравилась игра? Нет, приятель, да, мы так не будем. Эм... Если бы они выразили это на словах, возможно, я не стал бы красить эти души. Так ты давай, я тебе скажу, игра зашибись! Мне она нравится, на самом деле. Но душу свою отдавать не буду, потому что... Ну... Сильно много хочешь я, знаешь. Утя, у нас... У нас ножки появились. Уи! Мы как дьявол Марио! Это Марио... Это... Это один из Марио, который... Погиб в одной из версий... Нашей игры. Там же много жизней! Ой, у нас появились... У нас пьётся хвостик, или что это было? А, здесь мы должны уничтожать пони, будучи демоном! Ну, в смысле, это неплохо? Эта игра мне нравится лучше, она как-то побрутальней будет, что ли? В ней можно придумать более строгий сюжет, более такой для... А... Высших возрастов. Более хардкорный. Представим, что дьявол пытается добраться в ад. Просто пытается добраться в ад. А эти, эээ... Сучки пони пытаются его... Успех, эээ... Введите душ... Душу или души, чтобы... Эээ... Играть за пони. Эээ... Скорей портал. Здесь верни... Вернись-ка, рабочий стол, попробуй войти в другую игру. Эт не та, да? Так, это не та, эээ... Пиотекс. Я тоже был текст. Темнота. Мерцание. Ширенная звезда выиграна на пыльном экране. А снизу надпись «Симстех Тех Инкорпорейтед». Продолжить... П... Да? Да. Появляется привлекательное меню. Два красивых пони по бокам над надписи «Пони Айленд». Кнопки в меню выглядят многообещающе. На одной из них написано «Начать игру». Затем «Настройки». И напоследок «Титры». Титры. Давайте пойдем с конца. Вы с изумлением наблюдаете за проносящимися титрами. Одно имя выделяется среди других. Вы возвращаетесь в главное меню с новообретенным благодарностью разработки. Кнопки в меню выглядят многообещающе. Че? Там ничего не было интересного. Давай настройки. Там явно должно быть что-то интересное. Нам надо зарабатывать билеты. Не знаю для чего, но они нужны. Я уверен. Обширный набор настройок отображается перед вами сглаживанием, веселое прикрытие, дополнительный ГСЧ, бесплатный билет, физика пони. Очень главное меню. Так, бесплатный билет. Ееееее! Ммм, а что за... Один... Один, ноль, ноль, один, один, ноль, один, ноль. Ошибка! Снеговик! Что делает снеговик? Ошибка! Починить главное меню. Вы нажимаете на настройку, она пищит, но... Что это дало? Не знаю. Назад. Кнопки в меню выглядят многообещающе. Начать игру. Давайте начать игру. К счастью, это хорошо запрограммированный экран загрузки. Загрузка проходит очень быстро. Очень быстро. Игра загружается, и вы играете за пони. Прекрасное солнце уходит за красивые холмы. Вы скачете по травянистой долине, и ощущаете ветерок по гриве. Ой, приближается деревянная преграда. Здесь нужен прыжок, выстрел или бездействие. Прыжок, конечно же. Прыжок! Вы величественно перескакиваете через ограду. Но приближается еще одна. Прыжок же, ну. Еще один прыжок, и ограда позади. Но теперь приближается враг. Здесь нужен прыжок, выстрел или бездействие. Выстрел, конечно же. Это как старые текстовые игры. Мне они довольно-таки нравились, но я не думал, что я буду печатать в этой игре, поэтому... Хочется доставать клавиатуру, а она у меня ниже, чем надо. Лазер испускается из вашего рта и сжигается перненько. Противник уничтожен. Приближается еще одна. А ограда, но на сей раз она находится довольно далеко. Здесь нужен прыжок, выстрел или бездействие. Бездействие, пока бездействие. Бездействие. Еще ближе к ограде. И теперь прыжок. Прыжок. Вы перепрыгиваете через ограду и остаетесь довольны тем, что не спешили. Приближается мерцающий флаг. Здесь нужен прыжок, выстрел или бездействие. Да тут без разницы, в принципе. Ну давайте будет прыжок. Да, действительно. Вы сворачиваете себе шею при столкновении с флэш-током. Все нормально, вы уже не тот пони. Взрыв конфетти сообщает в вашем успехе. Вы получаете 10 миллионов очков опыта и достигаете 1000 уровня. Сдайте свою душу для улучшения графики. Этот файл не подойдет. Наша единственная... Наша... Наша единственная выхода. Не сдаваться. Ну ладно, не подойдет, так не подойдет. Этот поврежден, да? Настались еще вот Пони Айланд 3D и Пони Айланд Мет. Мне интересно, что там за 3D. Давайте 3D. Ну давай, удиви меня. Всем нам знакомая звезда Сатантех или ИП Люцифер. Не-не-не, все, ты ИП Люцифер. Ой, слушайте, они правда какие-то объемные? Ну такая псевдо 3D-шка, да? Ой, все, мышка наконец-то. Титров нет, настроек нет. Ой. Тут написано кредиты. В том смысле, титры. Начать игру. Ой-ё. Да мыл, да ладно. Мы от первого лица играем. Охренеть. Это прикольно. Это даже прикольненько. В смысле, я перепрыгнул? А мы летать не умеем, да? Блин, ну это так-то сложно. А мы не можем никуда больше бежать, только вперед. Так, ладно. Да в смысле, я перепрыгнул? Э. А это реально сложно. Если я через даже преграды не могу перепрыгнуть, что мне делать дальше? Ну ладно, будем перепрыгивать заранее. Вот так, есть одна. Вторая есть. Третья. Тут как бы не определишь, когда именно надо прыгать. Это очень сложно. Очень сложно. Только бы не появился враг, потому что если будет враг, я не знаю, что делать при враге. Мне это-то сложно делать. Потому что они как бы неправильно рассчитаны. Время прыжка и их высота, по-моему, нет. По-моему, они ускоряются. Или они просто сокращают дистанцию, или они ускоряются. Фу, это было... Когда они кончатся уже? Ну музыка и ничего такая. Можно послушать даже. Реально, дистанция между ними становится короче. Но я уже вижу выход. Отлично. Почти. Давай, не сложай, Никита, не сложай. Полный успех. Ведите душу, чтобы обновиться до 4D? Это как? Безопасность тут низка. Я открываю портал. Что, вот в этом мне придётся играть? Да неладно. Вот и он, мой друг. Последний, основной, файл. Преодолей демона и удалей файл. Удачи. Ну спасибо. Asmodeus.exe У меня, кстати, есть что для тебя сказать в прошлой серии. Там тебе один чувак передавал привет. Давай с тобой поговорим. Что, ты такой есть? Я думал, ты... Наконец-то ты добрался. А мой интеллект гораздо изощрённей, чем у других демонов. Ты прикольный. Тебе даже не понадобится. Я сыграю с тобой в игру. Игра, которой я всегда выигрываю. Правила просты. Не спускай с меня глаз. Если отвлечёшься, тебе конец. А также, если неверно ответишь на мои вопросы, тебе конец. Приступим. Скажи моё имя. А мне его как писать? По-русски или по-английски? Сколько тут? Подожди. Асмодиус. Я даже поме... А, тут так и пишется, да? Ну ладно. Асмодиус. Хорошо. А теперь... Скажи что-нибудь... Гадкое. Здесь нет неправильного ответа. Скажи нечто мерзкое. Тогда я бы напишу по-русски. Как я и сказал, здесь нет неправильного ответа. Мне кто-то пишет, аллоу. Но, очевидно, твоё представление о брезгливости отличается от моего. Теперь я хочу, чтобы ты писал одно слово. И это слово порочный. Докажи мне, что ты всё ещё следишь за тем, что я говорю. Напиши мне это слово. Порочный же. Я, как бы специально... Он меня отвлекал... Этими сообщениями. Но это... Это, видать, была часть игры или что? Я... Просто там... Я смотрел, кто-то начал писать алоу. И типа, ты... Сука. То есть, то, что я написал. То есть, он мне начал... Кто-то мне начал писать то, что я говорил в игре. А значит, это точно не что-то... В общем, я даже не видел, что там писал он. Я видел только одну фразу. Отвечай, смертный. И... Сразу понятно, что что-то в этом не так. Но он сказал слово порочный. Вот так тебе. Возможно, я тебя недооценивал. Но теперь... Я настаиваю. Извинись перед твоим другом. Твои слова его обидели. Какой дурак? Я разрешаю. Перед кем извиниться? Ты что, дурак, что ли? Нет. Ха-ха-ха-ха. Твоя скорость набора текста... 24 слова в минуту... Доказывает, что ты... Недоумок. Но, возможно, это не так. Теперь задачка полегче. Какое непарнокопытное животное появляется в этой игре? Так какое животное? Нет. Подожди. Подождите. Непарнокопытное. Пони... Это лошадь. Ну да, у лошадь... Лошадь парнокопытная или нет? Ха-ха-ха. Блин. По-моему, нет. По-моему, нет. Или это подвох? Или парнокопытное? Нет, парнокопытное... Я знаю, что у них как бы на них подковы делают и все дела, но... Под ними... Копыта. А копыта... У них парные или нет? Тут явно 4 символа, чтобы мы написали именно пони. Но наверняка это не так. Какое еще было животное? Животное, которое было. У нас были бабочки. У нас были... Пони. У нас были... Бабочки и пони. Ну-ка. Ты мне не даешь выбора, сукин ты сын, а? Не даешь. Вот просто выбор образованный, и все. Птиц у нас не было. Как бэрбзы. Ладно. Напишем пони. Я не знаю. Я просто даже не знаю, что еще можно писать. Верно, пони. Это выглядит дружелюбно. Смотри, как скачет. И как улыбается. Ах, вот бы быть таким же беззаботным, как он. Необъемененным разумом. Шучу. Ты что, оглянулся? Что было написано подо мной? В смысле? Я читал то, что было написано под тобой. И под тобой ничего не было. А, у меня, наверное, надпись Osmodeus.exe пропала. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, я напишу Osmodeus.exe. Я не знаю, просто. Тебе конец. Ох. Эх, я просто сейчас смотрю, наблюдаю. Там надпись была «Запомни это». И как улыбается. Эх, вот бы быть таким же беззаботным, как он. Неопремененным разумом. Шучу. Запомни это. Там было написано «Запомни это». Точно. Эээ, английский. Английский. Угались. Там не было пробела. Как же ты сконцентрирован. На этот раз я прошу тебя написать число зверя. Напиши 666. А на деле напиши 777. Там было написано. У тебя феноменальная способность следования инструкциям. Но что насчёт твоей памяти? Запомни эту последовательность. 2, 0, 2, 3. 2, 0, 2, 3. Блин. 2, 0, 2, 3. В смысле? Эээээ! Ээээээээй! Эээээ, это не у меня игра завистла. Это, это вот она. 0, 2, 3. Я не буду запоминать, я её запишу. Чё, чё уж терять, да? Ты сволочь, а? Смотри, и подмигнул, а? Типа, это я был. А ты смышлённый. Я позволю тебе разрушить этот файл. Мой интеллект превзошёл свою изначальную цель. После размышлений на протяжении веков смерть окажется великим приключением. Прощай. Окей. Вы уверены, что хотите запустить и удалить основной файл? Прежде всего, основные файлы необходимы для операционной системы. Удаление может ввести машину из строя. Давай нахрен всё ломай! Перезагрузить в режиме для восстановления. Ну, давай. Всё, три из трёх. Сейчас у нас должен быть босс. 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 Подвисло немножко при загрузке. Бывает. Добро пожаловать в режим восстановления. Пожалуйста, вставьте диск восстановления в специальный отсек для восстановления достающей... Я читаю, блин! Ты отлично справился. Скоро всё закончится. Когда будешь готов, выполни сброс системы. После этого ничего не останется. И ты освободишься. Твоя душа станет уязвима во время сброса. Тебе придётся его опередить. Я нашёл идеальный транспорт для такого случая. Серьёзно? Что насчёт меня? Мы ещё встретимся. Ближе к концу. Но это игра. И ты хочешь победить. Верно? Верно. Тогда иди. И одержи победу. Ну что ж. Удачи тебе. Безнадёжная душа. Или несчастная душа. В общем, лично тебе удачи. Надеюсь, мы сможем победить... ...главу ада. Поехали. Души, что находились в заточении... ...утратившие свободу и силу... ...подвергшиеся мучениям и насмешкам... ...обезумевшие от недовольства... ...пришло время воскреснуть. Прибыл ваш спаситель. Мчитесь со скоростью... ...одной тысячи пони... ...и будьте... ...свободны. ...и... 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 ...это я... ...я подпредводительство... ...я мессия? ...пред... ...я предводительствую пони... ...и у меня... ...бесконечная энергия... ...не висни пожалуйста... ...такой ответственный момент. А... ...не пропускаем... ...ах ты сволочь... ...одна душа потеряна. Так, ладно. Нам нельзя терять души, я понял. Нам надо уничтожать эти файлы. Чтобы они никого не... ...коробили. А вы мне не будете помогать, да? Вам это нафиг не сдалось. Блин, как же сложно управлять этим лучом. Его... ...ой, тут враг появился. Вот блин. Убей его, убей, 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 убей его. Есть. В смысле? А, отлично, тут был чекпоинт. Просто... ...отлично. Есть. Идем дальше. Блин, ты был не единственный. Ооо, сволочь попала в меня. Три души потеряна. Не хотите давать мне свои души? Ладно. Больше просить не стану. Что? Ой, здорово. Это ты, да? Эээ, не смей их трогать, слышь А я прыгаю? А я могу прыгать, да Ты говнюк, слушай, уберись отсюда Твою мать На тебе, на тебе ты проклятая с волочках а я слушаю не хочет отпускать души и все но мы сбежим мне что даже глаз заболел так ладно вот тихо 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 это из-за контраста цветов просто а и сейчас начнут слизи за глаза вы короче не обращайте внимание зачем я это сказал вообще вслух ладно и сюда иди сюда блин не бой чуть не забыл твой старый друг хочет попрощаться ты убил меня а ты кто сволочь такая ай сдохни уже а твою мать блин как мне тебя убить убы ты поистине это заслужил отлично гавна кусок мы вырвемся и я тебя уничтожу блин я сильно много потерял уже да давайте так его так его разрывайте его на части убейте его давайте ребята давайте не унывайте мы почти мы почти дошли давай мы на свободе мы почти выбрались давайте еще чуть-чуть 96 процентов да ребята уходите бегите ребята вы свободны и мы свободны и мы справились у кто-то замок мы возродились возможно у нас была какая-то клиническая смерть ненастоящие привет пони пока пони все души мы стали опять-таки миссии мы спасли всех создатель дэниел малинс дизайнер-консультант саймон дженкинс и композитор джон джон сензелл я надеюсь я правильно прочитал ему имя потому что композитор здесь молодец тут разные люди которые переводили на разные языки и на русский был форхат юлишев порх порхат юлишев я надеюсь я правильно опять же произношу им то что я не знаю как игра достаточно крутая была мне она понравилась потому что ну блин у конкретно она серьезно я подобных игр еще не встречал она 2d мне нравится вообще более 2d игре чем 3d и у нее есть стиль не есть классная музыка правда жаль к жалко что она короткая но это классная игра не тревожься ты победил но только выслушай меня я говорил тебе что мы разделяем одну и ту же участь но это лишь частичная правда твоя душа освободилась как и только ты победил как только ты победил но моя душа будет заточена здесь покуда гниющие биты игры пони айланд находятся на твоем и жестком диске я с осторожностью направлял тебя с самого начала вплоть до этого момента ведь я знал что не завершив игру ты не сможешь ее удалить поэтому сделай это сейчас удали пони айланд спаси мою душу и тут ребятки я хочу вам сообщить что игра вылетела то есть когда нам сказал этот парень что нужно удалить игру он просто выставил нас из нее просто вылетел из-за чего у меня теперь небольшие проблемы с видео надеюсь там все будет хорошо именно вот в последнем видео вот ну ладно я удалю эту игру обязательно вот прямо сейчас это и сделаю а вы если вам понравилась игра и мое прохождение ставьте лайк подписывайтесь на мой канал будьте счастливы будьте в хорошем настроении и пока пока